В месяц Рамадан мы с вами читали салават от таравих, мы читали с вами ночные молитвы от таравих, выставили ночные намазы, читали Кур'ан, размышляли над Кур'аном, можно было видеть в мечети, как братья соревновались, кто больше прочитал Кур'ана, сколько хатемат он сделал, сколько раз закончил Кур'ан. Задается вопрос, и я задаю его в первую очередь самому себе, как наша жизнь с Кур'аном после месяца Рамадана? После того, как закончился месяц Рамадан, как мы относимся к Кур'ану? Валлахи, Кур'ан великая милость для нас, великая милость Кур'ан, му'джиза азима, великое чудо, которое Аллах, субхану ва-теаля, не спасал пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям. Аллах, субхану ва-теаля, послал пророков, посланников иля аквамихим, в баширина, в мунзирин, которые радовали их раем, которые предостерегали их от наказания и посылал вместе с ними му'джизет, чудеса, которыми они могли бы довести религию Аллаху, субхану ва Та'ля, до народов. Мусе, алейсалям, в его время, когда во время Мусе, алейсалям, очень было много сихра, колдовства, были великие колдуны среди них, такие знатные колдуны Несмотря на все это, Мусе, алейсалям, поднимал руку, и она была светлой, светилась для тех, кто смотрел на нее, когда кидал свой посох, превращалась в змею. В этот момент колдуны удивились, что это не сихр, падали ниц и принимали религию Аллаху, субхану ва Та'ля. Во время, алейсалям, очень много было медиков, была медицинская наука, было очень много медицинской науки, которые ученые в области медики, было их очень много. Несмотря на все это, алейсалям, он лечил от болезни кожи, он также, алейсалям, с повеления Аллаха, с помощью Аллаха, субхану ва Та'ля, оживлял мертвого человека. Во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, было очень много поэтов. Даже такая сура есть в Коране, ащу'ара, поэты. Несмотря на все это, пророк умный, который не мог читать, не мог писать, читал Кур'ан. Читал Кур'ан, который никто не мог до сегодняшнего дня по дому Кур'ану хотя бы одного аята, хотя бы одной суры придумать. Аллах, субхану ва Та'ля, говорит, они говорят, что ты придумал его. Ответь же им, если я придумал Кур'ан, то ты придумай подобно Кур'ану хотя бы одной суре и проси при этом помощи у кого ты пожелаешь, помимо Аллаха, субхану ва Та'ля. Аллах, субхану ва Та'ля, описывая Кур'ан, но так это не случилось. Никто не смог придумать подобную Кур'ану даже ни одной суры. Даже одной суры. Аллах, Субханалли, описывая Кур'ан, сказал «Инна анзальнаху илейка китаба мубарак ли яддаббару аяте». Мы не спасла для себя книгу мубарак, благодатную, баракатную, ли яддаббару аяте, чтобы люди размышляли над Кур'аном. Поэтому, когда мы размышляем с вами над Кур'аном, когда мы читаем Кур'ан, в этот момент, мы освещаем себя, свои сердца, и после этого мы должны именно исходить из нас те действия, которые желает Аллах, Субханалли. Аллах, Субханалли, говорит в Кур'ане «Делайте добро, мы должны творить добро». «Говорите людям все благое, мы должны быть таковыми». Поэтому этот холик, этот ахляк, этот гылк был холик ун-наби, саллаллаху алейхи вассалям. Суэллата аиша уммал му'минин маккана холик ун-наби, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили Аиша, ардаллаху анха, какой же был ахляк у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «фаэджабет кана холикуху аль-Кур'ан». Его ахляк, его нрав был Кур'ан. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был как ходячий Кур'ан. Поэтому, дабы след оставил Кур'ан в наших делах, в нашей жизни, чтобы барракад был в нашей жизни, мы должны, соответственно, Кур'ану жить, соответственно, Кур'ану делать деяния. Но мы не сможем делать деяния до тех пор, пока мы не сможем размышлять над Кураном. И размышлять над Кураном сердцами. Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит Куран — это разъясняющее знамение в сердцах обладателей знания. Аллах, Субхану Ва Та'ля, описывая неверующие, говорит У них сердца, которыми они не размышляют, говорит, Субхану Ва Та'ля. И Аллах, Субхану Ва Та'ля, не спасал Куран на сердце. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалам, сказал Я не спасал Куран на твое сердце, дабы ты был из числа увещевателей, на четком, ясном арабском языке. Поэтому, Аллах, Субхану Ва Та'ля, вот дабы мы размышляем над Кураном, дабы вот эту красоту молитвы, которую мы выставили в Таравих намазы, чтобы через всю нашу жизнь провести, выставить ночные молитвы, не так, что Рамадан закончился, и Тахаджуд намаза нету, чтобы это все мы смогли с вами, выставивая намазы, читать Куран, хотелось бы привести один ая, над которым мы с вами постараемся сейчас размышлять нашими сердцами, не разумом, не головой, а сердцами. Аллах, Субхану Ва Та'ля, описывает народ, который размышляет над Кураном, сахабов, радуан Аллаху алейхим, и тех, которые хотят быть подобны сахабам, тоже описывается в этом аяте. Они, когда слышат то, что не способна пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, Коран, с их глаз льются слезы. Почему? Потому что они познали эту истину, познали Куран, размышляли над Кураном сердцем, и с их глаз льются слезы. Они обращаются к Аллаху, мы уверовали, запиши нас в числа всех свидетелей, которые ты видишь, запиши нас в это число. Я говорю, Абу Бакар, перед тем, когда рассказал о своем исламе, то, что он принял ислам, и перед тем, как Аллах, субхану ате'алья, приказал сделать хиджур пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, в Медину, он хотел переселиться в Эфиопию, в Хабаша. И по дороге, когда шел, увидел человека, которого звали Ибн Даганна. Ибн Даганна из Курайшитов был господином своего народа, своего каума. И когда увидел Абу Бакар, он спросил, Абу Бакар, куда ты уходишь, куда ты идешь? Он говорит, я хочу переселиться, оставить в Мекку. Ибн Даганна сказал, я Абу Бакар мислюк ла яхруч ва ла юхрач. Подобно тебе, Абу Бакар, у тебя такое высокое положение в обществе, подобные люди тебе не должны оставлять Мекку, не должны бояться, не должны уходить отсюда переселяться. Я возьму тебя под свое покровительство. И тогда Абу Бакар, согласился. Он пошел, Ибн Даганна пошел к садателю Курайш, пошел к статным Курайшитам и сказал, я беру под свое покровительство Абу Бакар, он не говорил, мы говорим тогда Курайшиты сказали, хорошо, скажи Абу Бакару, что он не салли в бейте, и что он не салли в Куран. Смотрите, как напугались Курайшиты, как напугались язычники. Хорошо, только у нас есть условия. Скажи Абу Бакару, чтобы намаз читал в своем доме, чтобы не привлекал людей, чтобы люди не видели, как он читает намаз, и скажи, чтобы громко Куран не читал. Почему они знали, то, что Куран они знали Курайшиты, знали язычники, то, что Куран оставляет след за собой. То, что после этого Куран из сердца в сердце заходит. И тогда Абу Бакар читал намаз в своем доме и через какое-то время построил небольшую мечеть рядом со своим домом и начал читать Куран. Вы знаете, Абу Бакар когда читал, он плакал. Он плакал. Сознание терял, когда намаз проводил. И читал Куран и начал плакать. Собрались вокруг его дома, неся Курайш, усабьян, собрались женщины, Курайшитки, собрались дети и начали с удивлением слушать этот Куран. Они не знали, что можно читать Куран и плакать. То, что так размышлял, так он с трепетом читал Куран. Абу Бакар из-за этого, что Абу Бакар рада Аллаху ангу суддику ль-умна. Абу Бакар рада Аллаху ангу праведные это умы, самые правдивые это умы, самые приближенные к пророку Мухаммаду саллаллаху алейкум самым богобоязнен из людей, несмотря на все это, когда читал Куран, не смог сдержать свои слезы. А что говорить уже о нас? Тот человек, которому Аллах обещал рай, тот человек, которому Аллах субхану атеа обещал рай, он так читал Куран с трепетом. Поэтому мы должны с вами так же стараться быть похожи на сахабов Ридван Аллаху алейхим. Аллах, субхану атеа, говорит о таких людях. Аллах, субхану атеа, говорит, это те люди, которым Аллах проявил свою милость. Из пророков. И потом начал перечислять из каких пророков? Из потомства Адама, наш отец, к которому мы возвращаемся. И из тех людей, которые мы вместе посадили на Ной в ковчег, сколько было с ним людей, говорится в риваятах 12 людей, говорится 40, говорится 80. Лучше знает об этом, сколько было их, но суть в том, что их было мало. Мало с ним уверовало, говорит Аллах, субхану атеа, из потомства Ибрахима, из потомства Ибрахима, один из богобоязненных рабов Аллаха, и у кого было мягкое сердце. То, что Ибрахим обратился к Аллаху, сказал, это указывает на его мягкое сердце, он говорит, «О, Аллах, субхану атеа, тот, кто последовал за мной, он из нас, а тот, кто меня слушался, я надеюсь на твою милость, ведь ты прощающий, милосердный». Здесь имеется в виду Бану Исраиль, и после этого Аллах, субхану атеа, говорит, и каждый из нас, братья, может быть в числа этих людей. И из тех людей, которым мы их вели прямым путем, наставили на прямой путь, и избрали, и избрали, субхану атеа, если ты сможешь быть из этих людей, которых Аллах, субхану атеа, наставил на прямой путь, и избрал, когда читается им аяты милосердного Аллаха, они падают, уходят саджда и плачут. Они уходят саджда и плачут. Поэтому, чтобы достичь этой категории, закончился Рамадан, закончился Таравих, продолжается наша жизнь, ночью постарайся, брат мой, проснуться. Перед тем, как ты проснешься, на тахаджуд намаз, прочитай аяты, где Аллах, субхану атеа, говорит о своем величии, или аяты, где Аллах, субхану атеа, хвалит кого-то и своих рабов, или аяты, где Аллах, субхану атеа, говорит о ситуации, которая произойдет в судный день, или аяты, где Аллах, субхану атеа, говорит о своих милостях, которые Он нам с вами даровал. Тем самым, ты заполнишь свое сердце этими аятами, тахсирами этих аятов. Потом ты просыпаешься утром, ночью просыпаешься до фаджар намаза. Тебя никто не видит, лучше, чтобы тебя не видел. Ни твои дети, ни твоя супруга. Ты берешь омовение после этого с каплями уходят твои грехи, прегрешения. Ищешь, где находится кибля, берешь саджада, берешь джай намаз, берешь коврик, стелишь его, говоришь, Аллаху акбар, и читаешь вот эти аяты, которые ты читал ночью, тахсиры этих аятов, где Аллах, субхану атеа, говорит о своем величии. Какое твое будет в этот момент трепетное сердце перед Аллахом, субхану атеа, и когда ты упадешь саджда, в этот момент проси Аллаху, субхану атеа, когда говоришь, субхану арабби аля, вот ему Господь, ты величие всех, субхану атеа, знай в этот, и хтасиб, то, что Аллах, субхану атеа, тебя простит. В этот момент чувствуй то, что Аллах, субхану атеа, проявляет к тебе милость. В этот момент чувствуй близость Аллаху, субхану атеа, ты в самом приближенном моменте с Аллахом, субхану атеа, в самом приближенном виде перед Аллахом, сейчас. Фираун, который сказал, я ваш великий Господь. И когда он падал в ниц, Джабраил, алейсалям, сказал, я брал, когда он говорит, я брал из глины моря, затыкал рот фараону, боясь, что Аллах проявит ему милость. По отношению к тому, который я сказал, я ваш великий Господь. А что уже говорить о человеке, который говорит, ты мой великий Господь. В этот момент мы почувствуем сладость, сладость веры, сладость поклонения. И в этот момент мы сможем стать с вами из той категории людей, о которых приводится в Куране. Аллах говорит, Куране это напоминание о тебе. Ты упомянут в Куране, ты будешь упомянут, зафиксирован в Куране. Твой народ, Мухаммад, и вы все будете спрошены. Мы будем спрошены о Куране, читали мы его или нет. Мы будем спрошены с вами о Куране, размышляли мы над Кураном или нет. Мы будем спрошены о Куране, то, что Аллах приказал нам в Куране, выполняли мы или нет. То, что Аллах, Субхану Ва Та'ля, запрещал нам, оставляли мы или нет. Поэтому люди, в этой... Аллах, Субхану Ва Та'ля, милость Аллаха распространяется в какой-то момент и на верующего, и на неверующего. Например, милость еды, пропитания, жизни в этой жизни, воды. Есть милость, которая распространяется только на верующих. Иман, таухид. Но есть также милость Аллаха, которая распространяется на хаваса-ль-му'минин, на особенную категорию из верующих. И дай Аллаху, чтобы мы были за этой категорией, когда читаются аяты Всевышнего Аллаха, они задумываются, они падают ниц, они плачут, они просят покаяния. Аллаху, субхану ва Тааля, просят прощения и ждут милости и прощения Аллаха. Субхану ва Тааля.